МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы не за горами. В Алматинской области продолжается выдвижение кандидатов в парламент Сената. Легкая нажива. Аким города Текили может лишиться своего кресла из-за коррупционного факта подчиненного. Где лекарства? Жительница Кербулакского района организовала прямо на дому нелегальную аптеку. 13 июля президент объявил днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами коронавируса. Об этом Касмжо Мартукаев заявил в телеобращении народу Казахстана. Глава государства призвался отечественников проявить стойкость и ответственность перед испытаниями, которые выпали на долю людей. В ходе обращения отдельно остановился на улучшение лекарственного обеспечения. В этих целях сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов. В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства. Доставлено 800 тысяч упаковок парацетамола. До конца недели ожидается поставка еще 900 тысяч. 150 тысяч упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть. Государство принимает все меры для стабилизации ситуации. Укрепляется первичная медицинская помощь. Уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплекса медицинских услуг населения на дому. До конца июля их количество будет доведено до 3,5 тысяч. Начата работа по увеличению мест в больницах. С момента моего поручения количество коек для больных коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч. Активно вовлечены в эту работу и военные медики. Благодаря ресурсам вооруженных сил развернуто более 500 коек. Вместо особых вспышек передислоцируются полевые госпитали. Идет привлечение и интенсивная переподготовка медиков в запасе. Для повышения доступа к тестированию дооснащаются действующие лаборатории. Дополнительно закупаются 20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования, в том числе и сельского населения. Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тысяч в сутки. Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство. Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца. Карантин в Казахстане могут продлить. Через две недели правительством будет проведена оценка ситуации в стране. После чего станет понятно, стоит ли сохранять строгие ограничительные меры или нет. Об этом стало известно в ходе очередного брифинга министра здравоохранения Алексея Цоя. По его словам, ситуация остается сложной. Только за последние сутки в Казахстане зарегистрировано более 1900 случаев заражения COVID-19. 53 тысячи зараженных, более 35 тысяч выздоровевших и 234 летальных исхода. Такова статистика на сегодняшний день по коронавирусу в Казахстане. Число заболевших стремительно растет, а люди все еще не осознают всю серьезность ситуации. Об этом вчера говорил в своем телеобращении и глава государства. Сейчас еще рано говорить о реальном эффекте отведенных с 5 июля очередных карантинных мер. Если число зараженных будет расти в таком же темпе, высшее руководство страны не исключает возвращение жесткого карантина. Вот оценка ближайшая, вообще любая, она должна быть связана с инкубационным периодом, то есть 14 дней. Сейчас мы уже какие-то промежуточные результаты смотрим, но реальный эффект мы будем видеть уже ближе к совершению карантина. Будет понятно, продлится он, либо меры будут ужесточены. То есть вот эти моменты мы сейчас прорабатываем и смотрим вместе с нашими учеными и нашими иностранными коллегами. Массовое заражение граждан показало, что медицина страны оказалась не готова к такому повороту событий. В Казахстане ощущается дефицит лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких. Соответственно, людям приходится использовать самодельные аппараты ИВЛ. Этот вопрос волнует и главы Минздрава, который призывает казахстанцев не заниматься самолечением. Бывает, что даже и самодельные какие-то устройства, которые увидят в интернете и у себя дома делают для того, чтобы самостоятельно начать лечение. То есть здесь надо быть очень осторожными, потому что именно легкие, если там жидкость нечистая, возможность бактериального заражения дополнительного. То есть вот эти приборы, которые делаются своими руками, очень внимательно к ним подходить, потому что всегда есть риск того, что может это привести к каким-то осложнениям. Ситуация сложная, но контролируемая. Министр здравоохранения еще раз призывает казахстанцев не бить тревогу, а напротив, оказать друг другу помощь в столь нелегкий период не только для нашей страны, но и всего мира. Алексей Цуэ, телеканал ЖТСУ, при поддержке службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. С 1 июля незастрахованные в системе медицинского страхования казахстанцы могут получать только экстренную помощь. 8 дней назад в Казахстане завершился продленный из-за чрезвычайного положения льготный период для незастрахованных лиц в системе ОСМС. Теперь же гражданам необходимо определить свои статусы и производить оплату взносов и отчислений, рассказывает Евгения Присяжная. Около 1 миллиона 800 тысяч жителей Алматинской области застраховались в системе ОСМС. 85% из них в льготный период с 1 апреля по 1 июля. Тем не менее, все граждане, независимо от страховки, имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В этот пакет входит амбулаторно-поликлиническая скорая и стационарная помощь по экстренным показаниям или представляющая опасность для окружающих, а также прививки. Для тех, кто не застрахован и не внес отчисления за неоплаченный период с 1 января, пакет ОСМС останется недосягаем. Он включает в себя консультативно-диагностическую помощь по направлению, обеспечение лекарствами по рецепту, плановую стационарную помощь и другое. Необходимо было в льготный период каждому гражданину застраховать себя, либо узнать свой статус. Это касается, в частности, самозанятого населения, это плательщики ЕСП и самостоятельные плательщики, поскольку сейчас возникают трудности при обращении за медицинской помощью для таких граждан. И мы ожидаем, что после запуска с 1 июля те лица, которые не застраховались, они сейчас все застраховывают себя за прошлые периоды, вносят оплату. В настоящее время из-за пандемии плановые поликлинические услуги и плановая госпитализация приостановлены и переведены на дистанционную консультацию. Об этом гласит один из пунктов постановления заместителя главного санврача Алматинской области от 3 июля. Однако тут тоже имеются исключения, то есть скрининг и прием беременных, и по жизненным показаниям также могут обращаться граждане за медицинской помощью. Врачи Алматинской области призывают не приходить в поликлиники в случае появления клинических симптомов коронавируса, повышения температуры, кашля, одышки, слабости. Вызывайте скорую или консультируйте со своим участковым терапевтом по телефону, твердят медики. Это входит в пакет услуг бесплатной медпомощи. Но многие жители региона все-таки посещают медучреждения. Бронхианная двусторонняя пневмония поставили диагноз. Сегодня вытащили через компьютер. У меня 4 дня температура была 38,5. А потом обратилась, вот фильтр первый прошла. Я позавчера с утра просидела до 7 вечера. Только рентген помогла пройти. А сегодня вот на прием пришла. Я пролежала в областной больнице 10 дней с диагнозом двусторонняя пневмония. На прошлой неделе выписалась. Больничный получила только вчера. Теперь надо его зарегистрировать. А то врачи на вызов не приезжают. Вынуждены стоять в очереди. Уже три часа. Врачи, в свою очередь, уверяют, что бесплатный гарантированный объем медицинской помощи можно получить, не выходя из дома. Сейчас очень много заболевших. Но мы рекомендуем людям, чтобы они оставались дома. Если они заболели, или у них температура повысилась, или они чувствуют симптомы. Им не надо приходить в поликлинику. Не надо стоять здесь в очереди, столпотворение создавать. Они могут написать своему врачу на WhatsApp все митинжеры. Или позвонить своему участковым врачам, участковым медсерствам, предупредить. Если им нужен больничный лист, им откроют дистанционно. Всего в Алматинской области 72 поставщика медуслуг. С ними заключены 173 договора на общую сумму 120 миллиардов тенге. Из них порядка 83 миллиардов – это гарантированный объем бесплатной медпомощи. И 37 миллиардов – обязательное социальное медстрахование. Евгения Присяжная, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. Спекуляция лекарственными препаратами, похоже, может стать одним из доходных бизнесов. Некоторые граждане пошли куда дальше и организовали прямо на дому нелегальную аптеку. Минувшим вечером в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции накрыта аптека, функционирующая в селе Алтанемель Керблакского района. В частном доме были оборудованы прилавки, на которых был представлен самый востребованный фарм-ассортимент от дрожжей до инъекций. У 63-летней хозяйки подпольной аптеки не имелось никаких разрешительных документов. Лекарственные препараты она скупала целыми коробками в аптеках района. 63-летняя жительница села Алтанемель Керблакского района оборудовала у себя в доме так называемую аптеку, где продавались практически все виды медикаментов и препаратов повыше своей стоимости. Установлено, что данная аптека работала несанкционированно, без лицензий и разрешительных документов на продажу лекарственных средств. Перекупщица приобретала лекарственные средства в одной из аптек районного центра. Изъято порядка 60 наименований лекарственных препаратов различных видов. В настоящее время расследование продолжается. По данному факту будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Будьте здоровы! На телеканале ЖТСУ ежедневно ровно в час дня в прямом эфире выходит передача «Торгерки Несе», во время которого вы можете задать вопрос специалисту, набрав телефонный номер 872-82-4017-57, либо можете заранее написать смс в социальных сетях на странице нашего телеканала. Медицинские работники расскажут вам, как уберечься от коронавируса, либо какие меры принять при симптомах COVID-19, чтобы не высугубить болезни. Упражнение нужно, необходимо сделать лицам старшего возраста, переболевшим, пневмония или бронхолюбочные заболевания, на стадии долечивания, скажем так, уже в стадии выздоровления. Это упражнение берется обычный одноразовый шприц, убирается игла, убирается поршень, желательно брать 50-граммовый шприц, при этом широкую часть мы ложим в рот, узкой части мы должны снаружи держать. Делаем выдох носом, выдох ртом. Делается это все не спеша, делается это в спокойном состоянии, в 3-4 приема. Затем отдыхать. И так делать нужно в 3-4 раза с отдыхом. Показываю. Выдох носом, выдох ртом. Восемь человек подали заявление на кандидатство в депутаты Сената парламента от Алматинской области. Трое из них уже зарегистрированы комиссией, а остальные еще не сдали весь перечень необходимых документов. Большая часть кандидатов – самовыдвиженцы, а их выбор остается за депутатами областных, городских и районных масляхатов региона. Это чуть больше 300 человек. Отмечу, регистрация кандидатов должна закончиться 23 июля. После им дается 18 дней на агитационные мероприятия. 11 августа – День тишины. Напомню, в этом году избирательный процесс по всей стране пройдет в непростых условиях пандемии коронавируса. На местах будут обеспечены все меры безопасности. Всех кандидатов мы проверили на соответствие предъявляемым требованиям Конституции и Конституционным законам о выборах. Все они соответствуют. В ходе проведения предвыборной агитации и в день голосования именно 12 августа будут предусмотрены все санитарно-эпидемиологические требования. В Алматинской области продолжается реализация государственной программы «Бастау-бизнес» по стимулированию предпринимательства. Только за прошлый год в Талдыкургане обучились по данному курсу 350 человек. 200 из них успешно ведут свое дело. Деятельность по развитию бизнес-сферы продолжается и в этом году. Талдыкурганец Асламурад Сабыржанов – предприниматель. Занимается регулировкой автомобильных фар. Запустить свое дело смог благодаря курсам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-бизнес». Пройдя обучение и защитив свою идею, получил грант на сумму порядка 500 тысяч тенге. На эти средства закупил весь необходимый арсенал для запуска своего дела. Про проект «Бизнес-бастау» я узнал в социальных сетях. Первое. Потом мне сестренка сказала, что НПП «Атамикен» производит курсы обучения для начинающихся предпринимателей. И вслед за этим сходил в «Атамикен» и зарегистрировался. То есть после этого прошли обучение. Благодарим наш руководящий состав. Сейчас ведем деятельность. В связи с карантином все равно сейчас всему Казахстану тяжело. Также и нам нелегко приходится, так как приходится отказаться от многого, работать только в закрытом режиме и соблюдать карантинные нормы. Сейчас в период пандемии курсы «Бастау-бизнес» перешли в онлайн-формат. В планах обучить правилам бизнеса порядка 3000 человек по Алматинской области. Процедура участия в проекте проста. Достаточно получить направление от центра занятости. Сейчас закончили первый поток. Начался второй поток. В каждом потоке по 100 человек обучаем. Чтобы учиться в онлайн-формате, надо зарегистрироваться в центре занятости или в палате предпринимателя «Атамикен». Онлайн-обучение проводится дистанционно. Каждый участник может дома через компьютер или через сотки учиться дома в сайте «Атамикен Академии». По программе «Ингбек» выделяется грант 200 МРП. По программе «Дорожная карта бизнеса» до 5 миллионов тенге можно получать грант. И есть по программе «Ингбек» льготный кредит под 6%. В рамках проекта «Бастау-бизнес», который инициировал Национальный палат «Атамикен», каждому участнику подходят индивидуально. Бизнес-тренеры обучают налоговым бухгалтерскому учетам, составляют тайм-менеджмент, маркетинговые и другие стратегии, необходимые для ведения своего дела. Легкие деньги с тяжелыми последствиями. Сотрудники областной антикоррупционной службы начато досудебное расследование в отношении руководителя аппарата «Акима» города Текили. Он подозревается в получении взятки в сумме полтора миллиона тенге. Что грозит чиновнику в случае доказательства вины и покинет ли пост его непосредственный руководитель «Акима» на города, узнавал Анора Магелинов. Уйти любой ценой. Именно такую цель преследовал руководитель аппарата «Акима» города Текили во время задержания. Чтобы не попасть в руки сотрудников антикоррупционной службы, он не побоялся сильного течения реки и без промедления прыгнул в воду. К сожалению, для убегавшего риск был неоправдан. Спустя несколько минут борцы с коррупцией все же задержали подозреваемого. Руководитель аппарата «Акима» города Текили в Алматинской области подозревается в получении взятки на сумму полтора миллиона тенге от представителей общественного объединения. То есть за общее покровительство и за беспрепятственное ошеление деятельности общества на территории города Текили. Помимо города Текили задержания прошли в областном центре и Жамбулском районе. В коррупции подозревается руководитель республиканского государственного предприятия госэкспертиза по Алматинской области и заведующий кабинета психолого-педагогической коррекции села Узанагаш. Предполагается, что они получили взятку в размере одного миллиона тенге и ста тысяч тенге соответственно. Согласно статье 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть получение взятки, им грозит лишение свободы от 7 до 12 лет лишения свободы. В отношении вышеуказанных лиц нами будет направлено соответствующее письмо уполномоченные органы о решении вопроса о занимаемой должности руководящего состава. С начала года в Алматинской области за коррупционные факты с поличным пойманы 75 чиновников, 27 из которых первые руководители. Беспорядки и столкновения с полицией в Белграде. Тысячи людей вышли на акцию протеста, узнав о повторном введении ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Радикально настроенные демонстранты прорвались в холл здания сербского парламента. Подожгли полицейские автомобили и мусорные контейнеры. Забрасывали стражи порядка камнями. Более подробно в обзоре международных новостей. В результате стычек в Белграде пострадали 43 полицейских, 17 манифестантов, 23 человека задержаны. Накануне в Сербии был зарегистрирован самый высокий суточный показатель смертности от COVID-19. Президент страны назвал ситуацию критической. Глава государства заявил, в Белграде вводится запрет на собрание свыше пяти человек. С пятницы до понедельника будет действовать комендантский час. В России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в убийствах и покушениях на убийства нескольких предпринимателей, совершенных на территории Хабаровского края и Амурской области. В рамках уголовного дела задержаны еще четыре участника организованной группы. Им обвинения уже предъявлены. По словам юристов, в случае, если вина Фургалов будет доказана, его могут освободить от ответственности за давностью совершения преступлений. Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадонна может стать главным тренером сборной Испании. Об этом сообщает Марко. По информации источника, такой сход вполне вероятен, если Антонио Торрес станет президентом Королевской Федерации футбола Испании. Кандидат на пост заявил, что уже провел предварительные переговоры с аргентинским специалистом и заявил, что стороны договорились между собой. Обзор зарубежных новостей подготовил Ануар Амангельдинов по материалам интернет-ресурсов. Такими событиями был насыщен выходящий день. Спасибо за внимание. Встретимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин